Какие пришельцы похищают людей? Наверное, наиболее известный тип инопланетян это, так называемые, серые. Эти гуманоиды воспеты во многих фильмах, книгах. Также они преобладают в рассказах людей, которые были похищены инопланетянами. Однако и другие виды внеземных гостей похищают представителей нашей расы. Высокие пришельцы, или как еще их называют, норды, это очень высокие человекоподобные существа, рост более вторых метров. Они имеют красивое атлетическое телосложение, длинные светлые волосы, бледные черты лица. Их поведение не агрессивное, а наоборот, доброжелательное и учтивое. Общение с человеком обычно происходит на уровне телепатии. Порой высоких белых пришельцев наблюдают в компании с серыми, есть версии, что белые управляют серыми. Также некоторые уфологи предполагают, что высокие гуманоиды это своего рода голограмма для отвлечения внимания. Совсем другое поведение имеют ящероподобные инопланетяне, рептилоиды, они агрессивны и жестоки. Из показаний очевидцев вырисовывался примерный портрет рептилоида, рост более двух метров, цвет кожного покрова зеленый или коричневый, массивные лапы с перепонками, глаза чем-то похожие на кошачьи, на голове имеется подобие гребня. Манера поведения грубая и отталкивающая. Некоторые женщины, при встрече с ящерами испытывают сильное сексуальное возбуждение. В отличие от нордов, рептилоиды не ведут никаких бесед. Также уфологи отмечают еще один тип пришельцев, которые могут взаимодействовать с людьми, это насекамоподобные инопланетяне. Они появляются не так часто, как вышеперечисленные внеземные гости, как полагают исследователи, кузнечики выполняют функцию неких смотрителей. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы пишем для вас, до вас доходило, спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!